События дня в настоящем времени из Праги и Вашингтона. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Сирийский мальчик-беженец, живущий в аэропорту Шереметьево, просит Путина впустить его семью в Россию. Исламский террорист, гражданин Британии, известный как джихадист Джон, скорее всего, убит во время ракетного обстрела США в Сирии. Ленин теперь на задворках. Украинский город Мариуполь избавляется от статуи вождя. Уважаемый президент, вы можете все и все вас слушают, решает написать в письме Владимиру Путину 13-летний сын, живущих два месяца в Шереметьево, сирийских беженцев. Мальчик просит президента впустить его семью в Россию. Цитирую, «Помогите мне, моим братьям, маленькой сестренке и родителям. Моя тетя ждет нас в Самаре, там уже готова комната для нас и игрушки. Мы сидим на полу в транзитной зоне, где шумно и холодно», пишет Ранас. Семья продолжает жить за стеклом. Под дом приспособили бывшую курилку. В МИД России утверждают, эти люди лишь выдают себя за сирийских беженцев. На самом же деле они прибыли из Ирака. На письмо реагирует и пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, в Кремле об этой истории хорошо известно. Была попытка въезда на территорию России по подложным документам. Суд по делу беженцев намечен на 19 ноября. Россия разворачивает в Сирии новейшие ракетные комплексы С-400, сообщает британское издание Daily Mail. Аналогичная информация сегодня появляется и в других СМИ. Вывод о размещении современных комплексов в Daily Mail делают на основе фотографий иностранных журналистов, которых российское министерство обороны приглашает на свою сирийскую базу. Зона поражения С-400 покрывает площадь, охватывающую большую часть Сирии, Южной Турции, Кипра, Восточного Средиземноморья, а также часть Израиля. Некоторые военные эксперты не исключают очередной так называемой случайной утечки информации о российском оружии, как уже это было со сверхсекретной системой «Статус-6». В интервью нашей программе российский военный эксперт Александр Гольц сообщает, что С-300 уже не производится, поэтому размещение С-400 в Сирии вполне реально и ожидаемо. Тем более, что эти новые комплексы могут быть вторым этапом демонстрации сил России после пусков ракет из Каспийского моря. По крайней мере, это возможность послать Западу сигнал, что Россия обладает военными технологиями, которые обеспечивают ее возможностью так называемой проекции силы. В отпуске крылатых ракет из района Каспийского моря показали, что да, Россия обладает средствами наносить удары по объектам, которые находятся за полторы-две тысячи километров. Напомним, в своем недавнем заявлении Владимир Путин сообщает, что военно-промышленный комплекс страны развивается в том числе благодаря сирийской операции. Предприятия работают ритмично. Вооруженные силы пополняются новыми ракетными комплексами стратегического назначения, атомными и многоцелевыми подводными лодками, а также надводными кораблями. Обновляется парк боевой авиации и зенитно-ракетных войск, вооружение и техника сухопутных войск и ВДВ. Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности наших вооруженных сил, и это убедительно подтверждает антитеррористическая операция, которую мы проводим по запросу и просьбе сирийского руководства. Это настоящее время. Далее, о чем сегодня говорят по ту сторону океана, прямо сейчас придаем слово в Вашингтон. Спасибо, Сергей. Американская авиация в четверг нанесла вео удар по главному оплоту группировки «Исламское государство» в Сирии, городу Ракка, с целью уничтожить боевика Мохаммеда Эмвази, известного как «Джихадист Джон». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук. Уроженец Кувейта, получивший образование в Великобритании, Эмвази появлялся в нескольких видеороликах ИГИЛ с жестокими казнями заложников из западных стран. Сже тем, выступая в Институте мира в Вашингтоне, госекретарь США Джон Керри назвал три цели, которые преследует американская администрация в Сирии. По его словам, это победа над террористами «Исламского государства», окончание гражданской войны в Сирии, а также помощь союзникам в регионе. Члены группы, занимающиеся расследованием крушения российского самолета А321 над Синайским полуостровом, выяснили, что на борту лайнера был установлен таймер, который должен был сработать через два часа после активации. Об этом сообщает американская телекомпания Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Однако пока неясно, стало ли известно о таймере благодаря перехвату разговоров террористов, либо же удалось найти какие-то его части. Президент Обама не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Большой Двадцатки в Турецкой Анталии. Об этом сообщила советник президента по национальной безопасности Сьюзен Райс. Она, однако, не исключила возможности такой встречи по ходу этого многостороннего мероприятия. В Белом доме также заявили, что после саммита G20 президент Обама и ключевые партнеры в ЕС в числе других тем обсудят Украину. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган осмотрел объекты Анталии, где будут проходить саммит Большой Двадцатки. По мере приближения саммита растет озабоченность здоровьем развивающихся экономик, в том числе и Турции, с высоким уровнем инфляции и колебаниями курса национальной валюты. В том числе аналитики отмечают нарастание проблем в экономике России. Возможно, в этом году продолжится сокращение темпов роста. Это связано с падением цен на нефть, санкциями, введенными против России, а также с неэффективным управлением, что отрицательно сказалось на предпринимательстве внутри страны. По официальным данным, рост китайской экономики ниже 7%, что привело к распродаже активов и снизило цены на нефть. Однако некоторые считают, что опасения преувеличены. Фондовый рынок упал, но мы знали о существовавшем там пузыре. И это зачастую не связано напрямую с фактическим ростом экономики. Экономическая информация, поступающая из США, усилила ожидание повышения ключевой процентной ставки американской федеральной резервной системой в следующие месяцы, что усугубит проблемы для развивающихся экономик. Также главы ведущих мировых экономик будут обсуждать в Анталии и климатические изменения. Это в повестке, потому что в декабре в Париже пройдет конференция по климату, и встреча Большой двадцатки станет последней встречей накануне, на которой будут присутствовать крупные игроки в этом вопросе. Арест 20 человек, предположительно боевиков исламского государства, в Анталии на этой неделе говорит о необходимости обсуждения вопросов глобальной безопасности, считает Джон Киртон, профессор университета Торонто, который сейчас находится в Анталии. Речь пойдет о терроризме на Ближнем Востоке и кризисе, связанном с сирийскими беженцами. Лидеры обсудят эти вопросы во время обеда, в неформальной обстановке, без журналистов. В 2016 году председательство Большой двадцатки переходит к Китаю. По мнению аналитиков, Пекин столкнется с тем, что китайская экономика окажется в центре пристального внимания Большой двадцатки. Настало время передавать слово коллегам в Праге. Сергей. Громкая премьера на российском ТВ. С понедельника, 16 ноября, на одном из главных федеральных каналов НТВ, начинается показ игрового телесериала «Неподсудные». Один из главных героев, опальный олигарх Борис Березовский. Создатели картины называют свое творение шпионским триллером и заранее признаются, ожидают массу критики в свой адрес. О том, за что, возможно, будут ругать новое кино, Вадим Кондаков. Это еще кто? Не знаю. Этот фильм только готовится к показу, но уже понятно, что он станет предметом жарких дискуссий. О нем наверняка так и будут говорить. Кино про Березовского. Нам надо брать власть. У нас вообще изначально Березовского и Потаркацишвили не было в сценарии, были другие фамилии. Но когда работая на сценарии, мы поняли, что очень многие моменты, связанные действительно с Борисом Березовским, невозможно поменять. Режиссер настаивает. Его фильм – это творческая фантазия. Но получилось все равно как-то по-настоящему. Ведь еще недавно за всем этим, в реальной жизни, а не в кино, наблюдала вся страна. А споры насчет героев этой истории идут и по сей день. Если честно, я об этом не думал. Мне было интересно. Мне было интересно столкнуться с этим материалом. Столкнуться с этим персонажем. Но главными действующими лицами стали вовсе не Березовский с Потаркацишвили, а выдуманные персонажи – Волков и Воронов. То есть Литвиненко и Луговой. Я понимаю, что ты хочешь денег заработать. Но ты под лугу вот это меня втягиваешь. Ты хочешь, чтобы я стал агентом английской разведки? С настоящим Луговым мы встретились в одном из московских ресторанов. Чай не пили, но внимательно слушали, как бывший соратник Березовского рассказывал о своем сотрудничестве с киношниками. О том, как он открыл им почти все свои секреты. Все, кроме главного. Я про Лондон сразу сказал. Седьмую и восьмую серию вообще никаких комментариев. Тем, что получилось, Луговой, которого в Англии до сих пор считают главным подозреваемым в отравлении Александра Литвиненко, остался доволен. Хотя, говорит, кое-что он бы все-таки переделал. Когда я сам посмотрел этот фильм, я сказал, слушайте, ну такой Ворон вообще положительный герой. Ну прям вообще. Я прям не знаю. Я говорю, ну давайте как-то вы нарежьте еще что-нибудь. Или давайте там что-то. Зритель должен видеть положительного героя и отрицательного. Такая драматургия. То есть вы там хороший парень? Не я, там Андрей Воронов хороший парень. Свою причастность к появлению картины депутат Луговой отрицает. Говорит, он только консультировал. Ну и жену, начинающую актрису, отдал киношникам на роль помощницы Березовского. Находиться на одной площадке с такими актерами, которые играют персонажа Березовского, или Патеркатсишвили, да, да, Гурам по фильму. Вот. Только потому, что я набиралась опыта. Если это был, я не знаю, какой-то другой персонаж, но с этими же актерами мне бы не менее понравилось, сто процентов. Так, это сложная история. Все герои, которые погибли при загадочных обстоятельствах, все, кроме господина Лугового, вдруг стало простой и понятной. Хороший парень против предателя Родины. Спецслужбы против взорвавшегося олигарха. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. А в это время в Лондоне ждут результатов публичного рассмотрения в суде обстоятельств убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В 2006 году его отравили радиоактивным полонием. Главные подозреваемые – депутат Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. Оба сейчас находятся в России. Когда слушания в Лондоне только начинаются, мы говорим со вдовой Александра Литвиненко Мариной. Фрагмент интервью. Они находятся на свободе, но они никуда не могут выезжать. То есть на протяжении всех этих лет, даже не пяти, не трех, а именно восьми лет с того момента, как убили Сашу, подозреваемые в этом убийстве Луговой и Ковтун не выезжают. Они находятся только в пределах России. 200 миллионов долларов в течение ближайших месяцев потеряют российские туроператоры от запрета на полеты в Египет. Подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Подробности у коллег из Рейтера. Запрет на полеты в Египет, введенный рядом стран после крушения российского авиалайнера на севере Синайского полуострова, пока не сильно сказался на количестве туристов на пляжах. Однако власти Египта уже готовятся к резкому падению доходов. Один только Шарм-эль-Шейх ежегодно принимал более двух миллионов человек. Примерно три четверти из них – туристы из России и Великобритании. Обе страны прекратили авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения авиалайнера. Эти новости наносят сильный удар по всей отрасли. Мы только начали выходить из кризиса, который длился пять лет. Бизнес почти не развивался. У тех, кто работает в туризме, как раз сейчас начала появляться надежда. Введенный российскими властями запрет на полеты, по мнению работников отрасли, нанесет очередной удар по туроператорам. По мнению представителей туристической отрасли, сильнее всего от запрета на полеты в Египет выиграют Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и Кипр. Огромному риску подвергаются украинские моряки, работающие на иностранных судах. В случае ареста или нападения пиратов, а такое уже было, люди могут рассчитывать только на свои силы. Украинские граждане в морских рейсах до сих пор не защищены. Ситуацию может исправить совершенствование законодательства, однако таких инициатив в Киеве пока нет. Свой первый в жизни рейс матрос Сергей не забудет никогда. Под Мадагаскаром судно и весь экипаж захватили пираты. Мы не знали, как они себя будут вести, они были вооружены. Долгих семь месяцев украинцев держали в заточении. Захватить груз, а заодно и экипаж, а затем требовать выкуп – типичная практика в неспокойных водах Индийского океана. Своего освобождения морякам пришлось ждать так долго из-за неповоротливой государственной машины. Все это время украинцы сидели на воде и рисовых лепешках. Они могли нам только рис поставлять, то есть мы спасали свои жизни, питались рисом. К счастью для экипажа судна эта история закончилась хорошо. Видя, что поодиночке добиться каких-либо действий от государства трудно, родственники решили объединиться и коллективно лоббировать свои интересы. Дело пошло быстрее. Когда мы создали фонд «Асоль», вот тогда перед нами открылись многие двери. Мы могли свободно позвонить в Министерство иностранных дел, мы могли свободно туда поехать. Вопреки пережитому стрессу Сергей не бросил свое занятие и сейчас готовится к следующему рейсу. Ведь зарплаты в морской отрасли стартуют от тысячи долларов для рядового состава и нескольких тысяч для командного. Не имея возможности устроиться на берегу в условиях кризиса, люди готовы пренебречь опасностью только, чтобы попасть на судно. Неудивительно, что сегодня в Украине под различными иностранными флагами трудоустроены более 80 тысяч человек. Украина первая в мире страна, поработающая на судах командному составу. Но на государственном уровне до сих пор не выработаны четкие законодательные акты по защите своих граждан за границей. Кроме того, украинские власти даже не в курсе, куда и когда уходят в рейс их граждане. Не ведется никакого учета. Мы узнаем только по факту, когда где-то с моряком проблема. Понимаете? Мы не знаем, сколько моряков уехало, кто их от Куринговой компании взял, кто судовладелец. Мы узнаем уже по факту. Дипломаты надеются, что текущее положение вещей поможет исправить закон о трудовой миграции, где обозначена правовая защита всех мигрантов, которые работают за границей, и в том числе моряков. Пока документ находится на рассмотрении депутатов Верховной Рады страны. Всеволода Нанев, Максим Корсун. Настоящее время. Одесса. В Украине в рамках принятого закона о декоммунизации переименовывают улицы, открывают советские архивы, снимают с фасадов зданий звезды, срывают с постаментов каменных вождей. И Мариуполь не становится исключением. Город, в котором начинает свою карьеру глава Компартии Украины Петр Симоненко, и где в честь Ильича называют крупнейший металлургический комбинат страны, одним из первых освобождается от советских идолов. Ленин на задворках. Смотрите наш специальный репортаж. Ильичей в Мариуполе было пятеро. Самого большого с помощью тяжелого транспорта и веревки на каменной шее стянулись по стаменту в августе прошлого года. Нынешняя площадь свободы лишилась колосса в черном пальто ночью. Свой последний приют Ленин, причем сразу в трех экземплярах, нашел не в самом уютном месте города, но зато в самом укромном. Теперь вождь всех времен и народов находится здесь, между рынком и старым кладбищем. Во лбу главного восьмиметрового мариупольского Ленина вмятина. Шея треснула, а башмаке отпали при падении. Простоял Ленин архитектора Москальцова 27 лет. Еще два памятника развалились на части. Руки, ноги и пальто – все отдельно. Коммунисты уверены, у людей забирают 70 лет истории, а в ней была и кровавая, о которой не нужно забывать, равна, как было и доброе, полезное. Мой отец лично сюда приехал на комсомольскую стройку, по комсомольской путевке. Откуда? Приехал с России, он приехал с Болгоградской области. То есть, понимаете, какие были масштабы. И сейчас хотят эту историю у того же самого моего отца забрать. Понимаете? Мариупольцы сами должны решать, чему быть, а чего стоит миновать, считает коммунист Виталий Денис. Сейчас появился проект решения о сносе данного памятника. А как мы видим, данный монумент представляет, как и несколько поколений. Это Крыльхамская война, это Великая Крыльхамская война, и до чего дошли, полетели в космос. Бюст Жданова в космос не полетел. Он остался на заднем дворе Краеведческого музея. Его прибрали еще в начале 90-х годов. И городу вернули историческое название – Мариуполь. Рядом с половецкими бабами от слова «абаб» – «каменный предок» стоят бюсты Владимира Ильича. Ильич задумчивый – из гипса, ильич суровый – гранитный. Тут же рядом с идеологом революции стоят пролетарии, трудяги, доменщики и столевары. Городу и стране нужны актуальные символы, говорит сотрудник музея. А потому половецкой бабой Ленина не заменишь. Юлия Горкуша, Андрей Рыжков, Мариуполь. Настоящее время. И вновь время передавать слово коллегам в США Игорь Эфирваш. Западные лидеры по-прежнему не могут выработать общей позиции по отношению к поведению Владимира Путина во внешней политике. Отсутствие упреждающих ходов со стороны Запада позволяет Кремлю сохранять за собой инициативу и фактически держать напряжение всю Евразию. Расширение влияния Москвы в том числе направлено и на Центральную Азию, где находится сразу несколько постсоветских республик с русскоговорящим населением. Насколько реальные опасения западных держав по поводу увеличивающегося присутствия России в этом регионе? На этот вопрос пытался ответить мой коллега Вадим Оленчев. Любое правительство, отмечают политологи на Западе, нуждается в том, чтобы культивировать в его гражданах чувство национальной принадлежности. Однако авторитарные режимы, выстроенные вокруг одной фигуры, например, такой, как Владимир Путин, особенно нуждаются в том, чтобы их народ верил в выполнение высокой национальной миссии. В Кремле, похоже, считают, что в глазах россиян такой высокой миссии является возрождение идеи Великой России, в том числе усиление политического влияния в республиках постсоветского ближнего зарубежья. После аннексии Крыма и отделения Абхазии и Южной Осетии от Грузии НАТО усилил свое военное присутствие на границе с Россией. Возможно, поэтому Москва сейчас обращает свои взоры на восток. Утверждение Кремля о том, что вооруженные исламисты могут проникнуть в Центрально-Азиатские республики и создать угрозу безопасности России, небезосновательны. Под этим предлогом Кремль стремится увеличить свое политическое и военное влияние в регионе. И пока что Москве это удается больше, чем, скажем, Пекину. Мягкая сила России, то есть культурные связи, уходящие корнями еще в советские времена, активно используются Кремлем на значительном пространстве Центральной Азии. В регионе действуют десятки организаций, которые популяризируют и русский язык, и культуру. Только у фонда «Русский мир» открыты 10 филиалов. По три в Казахстане и Кыргызстане, и четыре в Таджикистане. ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, еще в начале 90-х сделала долговременными партнерами России такие страны, как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. У каждой из них имеется русскоязычная община, чьи интересы пытаются защищать власти России. Между Таджикистаном и Россией действует договор о двойном гражданстве. В Казахстане наличие значительной 3,5 миллиона человек русской диаспоры и общая граница с Россией делают приграничные области страны объектом политических амбиций режима Путина. Как объясняет эксперт по энергетике и политическим рискам Агния Григос, аннексия суверенных территорий может происходить по схеме, состоящей из нескольких стадий. Сперва применяется мягкая сила, затем начинают осуществляться гуманитарные программы, включая и миротворческие миссии. После этого ширится пропаганда, направленная на этнических русских. С их стороны она сопровождается призывами о защите, после чего в силу вступает финальная стадия – подъем сепаратистского движения и физическая аннексия. Недавнее турне госсекретаря США Джона Керри по Центральной Азии стало свидетельством того, что в Вашингтоне осознают важность этого региона для глобальной политики. Однако теперь западным лидерам требуется выработать новый вектор евразиатской стратегии. Иначе они рискуют в одно прекрасное утро проснуться и узнать, что в Центральной Азии образовался очередной антизападный блок под руководством Москвы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с переводом известного азербайджанского историка и правозащитника Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест. «Мы надеемся, что правительство Азербайджана предпримет аналогичные шаги по отношению к другим заключенным, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем». Сказано в документе. Жена правозащитника, директор основатель Института мира и демократии в Баку, Лейла Юнус, до сих пор остается за решеткой. Мы просили брата Арифа, Рамиса Юнуса, известного американского политолога, прокомментировать его освобождение. Вы понимаете, здесь два аспекта. Один аспект это то, что азербайджанская власть просто не захотела рисковать, потому что реально под угрозой была жизнь моего брата. Поэтому говорить о том, что это акт доброй воли со стороны азербайджанской власти, я так не смотрел бы, потому что в тюрьме сидит Лейла, которая физически намного хуже выглядит, чем Ариф. То есть у нее болезни, у нее шесть операций проведены, у нее гепатит, у нее диабет, угроза потери зрения. То есть у нее нет половины желудка, вы понимаете? И эту женщину избивают в тюрьме. Я просто знаю, что идет просто месть в отношении нее. Почему? Потому что Лейла пример, как символ сегодня для Азербайджана, она морально-морально, они ее сломать не могут. И не сломают, они это понимают. Сегодня у нас известная журналистка Хаджа Исмаил, которая недавно получила здесь в Вашингтоне престижную премию, женщина. Сегодня очень много у нас ребят, которые в тюрьме сидят, и молодые ребята сидят, и Тофик Ягублова, и Эльгар Мамедов, молодые представители движения НИДА. Они все сидят в тюрьме, понимаете? Есть решение Евросуда, об их оправдать и выделить им материальную компенсацию. Азербайджанская власть этого не выполняет. Я очень хотел бы, чтобы в этих вопросах Запад, Европа, американцы действовали бы более жестко. Иначе просто надолго вы можете потерять этот регион. Тем временем Госдепартамент приветствовал освобождение бывшего депутата парламента Узбекистана и правозащитника Мурода Джураева. Он провел в тюрьме более 20 лет. В 1994 году Джураев был приговорен к 12 годам тюрьмы за попытку свержения конституционного строя. Однако узбекские власти 4 раза продлевали срок его заключения, объясняя это нарушениями правил внутреннего распорядка колонии. Более 30 тысяч человек ежегодно погибают в США от преступлений с применением огнестрельного оружия. В эту статистику включены убийства, смерти от шальных пуль и суициды. Группы активистов пытаются привлечь внимание общества к этой проблеме. Они создали инсталляцию, которая наглядно демонстрирует, какова цена человеческой жизни. Трехлетняя Нижебип навещала родственников, когда пуля, выпущенная снаружи, прошла через стену дома и убила ее. Тайлеру Джонсону было 25 лет, когда он погиб во время перестрелки в торговом центре. Рутине Лаодата застрелил незнакомец, ворвавшийся в ее дом. Ей было 59 лет. Их имена звучали на акции памяти у мемориала погибшим. Пастор Кэтти Двайер и ее прихожане напоминают жертв преступлений с применением огнестрельного оружия. На каждой футболке имя, возраст и дата смерти одного из убитых в Вашингтоне в этом году. Это люди всех возрастов, от 3 до 73 лет. Эти кресты не исправят ситуацию, но они помогут привлечь внимание к проблеме. Наша экспозиция дает нам возможность начать разговор на эту тему с позиции мира. Организация верующих начала инсталляцию мемориал погибшим в Филадельфии в 2013 году. Тогда они поминали 288 человек, погибших от огнестрельных ранений. С тех пор совместно с другими церквями, синагогами и мечетями организация участвует в сооружении подобных инсталляций в более 50 городах по всей стране. Одна из заповедей четко говорит нам возлюбить ближнего своего. Проявление любви означает отсутствие равнодушия, что Вам не все равно, в безопасности ли Ваш ближний и живет ли он в мире. Нам нужно выйти и дать понять другим, то, что происходит неправильно, это не любовь к ближнему. Я спрашиваю себя, что должно произойти, чтобы этому был положен конец. Эта инсталляция — это жизнь реальных людей. А сколько их по всей стране? Мне кажется, что это должны увидеть люди, особенно те, кто не сталкивается с насилием регулярно. Я живу в Вирджинии и знаю, что мой штат — часть проблемы, ведь там очень мягкие законы в отношении оружия. Люди могут легко приобрести огнестрельное оружие, привезти его в Вашингтон или в Нью-Йорк. И сегодня перед моими глазами результат отсутствия строгих законов. Организаторы надеются, что их призыв найдет отклик и поможет изменить законодательство в отношении огнестрельного оружия. Дома Адобе, построенные с использованием камней, глины и иных подручных материалов, уже стали визитной карточкой юго-западного штата Нью-Мексико. Корреспонденты «Голоса Америки» постарались выяснить, почему местные жители любят и бережно охраняют старинные здания. Смотрите видеорепортаж из Альбукерки. Крупнейший город штата Нью-Мексико, Альбукерки. Один из самых быстро растущих центров высоких технологий в США. Однако небоскребов здесь не так уж много. Вместо них повсюду небольшие глинобитные дома Адоби. Их плоские крыши, крутые лесенки, ярусы и стены со сглаженными углами уже стали визитной карточкой города. Профессор Квентин Уилсон возглавляет архитектурную программу в колледже Нью-Мексико «Адоби Констракшн Программ». В засушливых, пустынных регионах мира кирпич-сырец является отличным строительным материалом. Толстые стены здания хорошо защищают от перепадов температур, сохраняя при необходимости и прохладу, и тепло. Кирпич-сырец изготавливается из смеси глины и соломы. Американские индейцы стали строить из него еще в 14 веке. Позже, с приходом конкистадоров, в 16 веке в этот стиль были привнесены новые испанские элементы. Потом в Нью-Мексико прибыли поселенцы из других стран Европы. Кирпич-сырец был принят всеми в качестве достойного материала. Стоит отметить, что старые здания старались не разрушать ради новой застройки. Толстые массивные стены спасают в климате пустыни. Летними ночами в таких домах открывают окна и двери, охлаждая дом и закрывают их в течение жаркого дня. Чем не кондиционер? Крис Линтон купила три таких здания и открыла в них мини-отели. Она хочет, чтобы ее гости почувствовали дух Альбукерки. Я хочу передать им свои ощущения. Вообще, дать новую жизнь такому дому – большая радость. Мы решили не менять предназначение этих зданий. Они были построены для жизни в них. Дома из скрипича-сорца строятся и сегодня. Аллен и Джойс Вейцель живут в современной постройке. Мне очень нравится структура такого дома. Он надежный, крепкий. Здесь очень тихо и царит ощущение покоя и защищенности. Одна из проблем таких толстых стен состоит в том, что через них плохо пробивает сигнал сотовой связи. Однако семья Вейцель не расстраивается из-за этого. Заново обмазывать дом каждый год, чтобы здание сохраняло вид и форму, тоже не считается неудобством. Благодаря усилию таких энтузиастов, как Линтон и семья Вейцель, дома из скрипича-сорца будут оставаться символом штата Нью-Мексико и визитной карточкой Альбукерки. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В субботу в программе «Настоящее время. Итоги» обсудим ход расследования катастрофы самолета Кагалымавиа в Египте, версии западных спецслужб и последствия трагедии для туриндустрии. Расскажем, почему российские спортсмены могут лишиться путевок на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. И, конечно, поговорим о предвыборной гонке в США. Все это в «Настоящее время. Итоги» в субботу не пропустите. Мы благодарим всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин